приветствую любителей качественного аудио на канале вокруг стерео недавно я рассказывал об усилителе класса d от компании 3e аудио вот так вот он выглядит вы можете этот обзор посмотреть на канале и вслед за первым взглядом сегодня я расскажу про эту модель более подробно внутри находится замечательный чип от texas instruments tpa 3250 и также в корпусе находится блок питания поэтому это уже законченное произведение скажем так подключается питание к сожалению мне не очень понравились такие вот разъемы питания потому что лучше конечно когда классический такой здоровый провод можно подключить здесь вот мне пришлось помучиться что касается разъемов под акустику то да можно конечно пытаться откручивать закручивать но явно что он рассчитан на применение бананов разъемы типа банан здесь находится антенка я ее не вынимал из коробочки и соответственно вход левый правый канал правый сверху левый снизу судя по расцветке регулятор громкости так вот что касается звучание друзья звучит конечно аппарат хорошо и в этом плане класс d впечатляет самое интересное что многие противники класса d которые ну так вот да это класс д ничего там хорошего не будет на самом деле чаще всего не обладает хорошей аппаратурой в большинстве случаев а довольствуются какими-то бюджетными решениями и вот такие вещи они нам бог намного лучше по звуку будут они просто как бы всегда дают высочайшую детализацию очень высокую да может там какой-то минус быть но друзья вот такой аппарат на ли он стоит около пяти тысяч рублей как уже я говорил вам 100 схемотехники без искажений он примерно 30 ватт на канал без проблем выдаст конечно же там могут обещать сколько угодно в 1 там уже с искажениями а вот без искажений 30 ватт мне кажется для квартиры это вообще отлично какого-то нагрева аппарата я тоже не замечал я прослушал на нем как металл который замечательно звучит так и джазовая композиция например последний альбом патрисия барбер я слушал с удовольствием и вы знаете ребята детально четко прозрачно все очень даже прилично но меня не оставляло ощущение что здесь заявлено в качестве таких вот базовых операционных усилителей не не 5532 и меня это несколько как бы напрягала по той причине что это хотя и индустриальные операционные усилители но они очень дешевые они буквально 30-40 рублей стоит понятно что если бы они ничем не отличались от операционных усилителей которые стоят 1000 2 7 тысяч 10 тысяч рублей одну штучку да ну наверное бы дорогие операционники никто не брал но это же не так с другой стороны то что они индустриальные это позволяет их выпускать в огромных количествах и у них себестоимость опять же сильно падает по сравнению с такими вот более редко покупаем модель поэтому и так и так но все равно ну 30 50 рублей это слишком да и низкая цена чтобы ожидать чего-то заоблачно и здесь вот находится операционные усилители которые не 5532 которые вот реализуются в схеме данного аппарата и поэтому первая же мысль была может быть попробовать заменить операционники и по моему первому желанию это было попробовать мы здесь 8920 но у меня таких нет наличие поэтому такие эксперименты я оставлю на ваше усмотрение и кстати вот не 5532 использую в этой модели причем на сайте 3e на лотах они тоже пишут что это поставлена как базовая вещь и что если там будет какой-то более продвинутый операционник то теоретически будет еще лучше и в качестве таких вот базисов называется по 1656 и соответственно также еще музис 8920 поэтому ну у меня мысль была такая но у меня также еще был такой вот опыт когда я использовала fx аудио 502 из про кстати ребята сейчас fx аудио 502 из про выглядит по-другому он какой-то узкий маленький старые другие были это новейшая версия 120 из про как он звучит что как по сравнению с этим я расскажу в ближайшее время в другом видео но суть такая он как-то стал меньше тоньше и так далее но в нем тоже стоят не 5532 и в предыдущей версии я пробовал их тоже заменить на что-то другое и в итоге я пришел к тому что лучше всех трехмерный всех прозрачней всех изучали не 5532 как бы это странным не казалось но тогда я прослушал через операционники но не очень большого выбора скажем так я пробовал опыт 2604 я пробовал lm 4562 я пробовал ad ad 800 860 помню еще пробовал ну не 5532 разные или 34 я разные пробовал 32 стерео 34 это монофонические в общем все что было на тот момент я попробовал и пришел к выводу что лучше чем не 5532 ничто не звучало хотя какие-то были помягче поприятнее но в целом в аудиофильме качественные звучали не 5532 именно их я оставил в таком аппарате и это есть на канале вокруг стерео вы можете найти эти видео там была запись можно было можно самому это все послушать и услышать то о чем я в общем-то рассказываю так вот ребят этот аппарат я убираю и возвращаемся к 3 и аудио 3 и аудио здесь вот не 5532 и поэтому я решил попробовать поставить что-то похожее но другое более дорогостоящее у меня в наличии были опа 2604 причем у меня были как ну вроде бы как оригинальные потому что я покупал их в чип и дипе если ребята не продают левак то соответственно у меня были оригинальные опа 2604 а также у меня были китайские как ругаются что на алиэкспресс ну там обычно не а ушки от уфта но друзья я когда включал опа 2604 или я включал опа 2604 соли я на слух не услышал никакой разницы по моему это одно и то же но отличались буковки отличались как они выбиты все это отличалось но вот по звуку это было примерно одно и то же узнаваемо так вот друзья я вот в этот аппарат попробовал поставил опа 2604 еще по 2604 достаточно хороший операционник у него нежный такой звук приятный так вот когда я поставил опа 2604 первое включение я услышал что да звук такой более мягкий такой более пушистый вроде бы прикольно но тут же я услышал как тоже патрисия барбер она зашипелявила обычно это говорит о том что упало разрешение потому что в системе с высоким разрешением там вот это себе лента вот это псыка не она обычно отсутствует потому что аппарат он имеет очень высокое разрешение и он способен это еще подробнее разложить на звуке и вы слышите реальный звук да а когда аппарат немножко скомкан по разрешению более мутный да он это не понимает он вот эту всю кучу и вместо вот такого как вот перепадом динамического там красивого звукового получается вот какие-то псыки-бзыки вот и на опа 2604 на вот этом трие патрисия барбер запсыкала запсыкала и явно было что детализация упала немножко нарушилась трехмерность стала похуже вот ну я подумал что наверное я какие-то опа поставил как раз вот но не такие потому что какие именно я покупал в чип-дипе я сейчас не могу определить у меня есть они разные но поэтому я разные пробовал и в итоге в какие-то из них были именно чип-диповский однозначно я поставила вернул мне 5532 вообще я был настроен на то что опыт 2604 должны быть то получше но когда я послушал и что все биллианты думаю может быть как-то кажется давайте назад вернем не 5532 кстати не 5532 здесь какие-то вот немножко не такие как я привык видеть то есть они не в дифе 8 корпусе они очень маленькие это не знаю соек 8 может или еще мельче сссоп какие-нибудь там короче они малюсенькие даже наверное ссоп какие-нибудь прям вообще маленькие и они стоят в кроватках переходничках меня это удивило я подумал это же очень дешевые операционники какой смысл брать вот этот операционник еще в таком вот маленьком смд-шном практически формате и потом еще мучиться время тратить паять его на переходник а самое интересное что случайно не случайно их чем-то залили я вот не могу на нем прочитать что мне 5532 то есть там какая-то блестящая субстанция на на нем на нем сверху я не могу прочитать он такой вообще малюсенький и в кареточки вставлены но вот в описании лот написано что он стоит не 5532 меня это удивило чтобы еще как бы запариваться с не 5532 их в кроватке впаивать эти кроватки туда втыкают как-то переходнички какой-то геморрой как бы не тот ценовой диапазон чтобы еще внимание уделять этому не знаю может быть у компании очень много таких вот маленьких не 5532 и надо их реализовать может быть там другая как почему что они именно что оригинальные какие-то там особая версия там не знаю в общем не буду гадать вот я вставил вот эти опять через переходнички не 5532 малюсенькие и я слышу очень здорово повышается детализация то есть опять заиграли вот эти хай-фай на вот эти какие-то вот искристые звуки какие-то скрипучие нотки в вокале появились в микродинамические какие-то перепады нюансы прикольные появились и так понимаешь ой другой уровень и конечно трехмерность распахнулась лучше и сразу стал пойти лучше ладно я вынул не 5532 поставил другие опыт 2604 включаю и опять вот это более заглаженная более пушистая более нежная более фоновая музыка менее аудиофильные менее детально менее трехмерная но на мой взгляд хотя звук был только приятный но это был шаг назад это уровень аппарата ну понижали мы до такого ощутимо пониже классом поэтому не было никаких сомнений что я вернул операционники те которые здесь изначально были и они очень хорошо подобраны но тем не менее я не отказываюсь от идеи попробовать ему здесь 8920 в этом аппарате мне кажется это все таки будет очень хорошо но это пока предположение мои личные основанные на опте множественном опыте использования музис 8920 которые не подводили по звуку в принципе никогда всегда были очень хорошие приятные трехмерные красивые очень подробные очень микродинамичные и так далее и так далее вот поэтому все таки у меня есть надежды поэтому возможно и ближайшее время приобрету музис 8920 нужна парочка и тогда я сюда скорее всего поставлю и послушай но вот ребята какой вывод от прослушивания вот этого аппарата да и на я напоминаю что если на али брать он сейчас было когда распродажа он где-то тысяч пять стоило сейчас не знаю сколько курсами зайдите посмотрите вот я сидел слушал патрисия барби на аппарате ну дешевом аппарате да и я слушал прекрасную детализацию совершенно чувствовал в трехмерность чувствовал эти все хай-файные плюшки достаточно высокого класса то есть не бюджетного ну прям такого приличного класса я не говорю что тут нет никаких минусов там абсолютно но можно к чему угодно докопаться но в целом целом очень было хорошо и вы знаете она том же вот когда я включал на опыта 604 я вообще бы не сказал что это класс d по звук потому что он совершенно аналогово звучал как неудивительно а вот на не 55-32 он изучал более более аудиофильно и гитары прекрасно звучал акустически замечательно вокал хорошо звучал практически без си биллиантов классно звучал и вот когда я послушал патрисия барбер я включил на своем шикарнейшем аппарате динон ну топом абсолютно и вы знаете ну конечно же даю на динон звук то лучше но это не какие-то космические бездны разница в цене между ними не знаю сколько там в 500 раз по модели во сколько там раз тут меньше 100 долларов там примерно 10 тысяч долларов то есть это не много много раз но вы знаете когда слушайте ну получше да получше дорогой аппарат конечно звучит но это не какой-то там разрыв детализация высокой и там и там до микродинамика есть и там и там другой момент что там еще как больше вот именно эмоциональности и каких-то таких вот моментов но друзья разница в цене просто космическая а разрыв в звуке там вообще не космический но есть не небольшая разница там не знаю ну 20 может ну край там 30 процентов это все это все между вот этими безднами цены но некоторые сейчас сплошаться да вот а у меня там усилитель за 50 ребята или за там за 30 тысяч я покупал в магазине хорошо чтобы они хотя бы вот как этот звучали скорее всего вот этот еще получше будет чем они по звуку потому что здесь есть настоящая высокая высококлассная детализация то есть разрешение то есть конкретно даже на самой тихой громкости прекрасно все слышно а здесь микродинамика есть и есть трехмерность то есть вообще парад хороший можно бы было да и польши и кстати вот я его когда включал изначально да ну где-то вот ему нужен денек на прогрев потому что вот прям первое включение оно было похуже но немножко он с денек поработал на следующий день уже получше стал звучать но из этого момента в принципе все хорошо я не приверженец что какая-то техника там каким-то сотнями часов должна прогреваться мне кажется это как-то сомнительно но вот тот факт что те же конденсаторы нулевые они что в течение там одного-два дня в режим входят но это факт и это не раз было когда а даже вот просто впариваешь конденсаторы и он меняет например вот мне на yamaha 2000 меняли конденсаторы в одном канале поэтому можно было сравнить один друг и другой канал и меня сперва очень как бы расстраивала разный звук потом раз там два дня и они пришли в одинаковые звучание или там в в цапе например непрогретый цапку я покупал цап пинтаковский не не так скейм-шоу и первый день первый не день где-то два дня мне очень нравится как он звучал просто потрясающе он такой колючий такой вкусный вообще прям если такой хрустящий как морозный такой морозная свежесть снежок под ногами прям ну просто прелесть была и вот он за пару два два дня я его слушал интенсивно он прогрелся у меня и потом я включаю а уже ну как помягче стал вот этот вот острота она убавилась да это есть все эти все детали проработались прошли прогрелись и все теперь они в норме они так и будут а вот вариация когда там надо 300 часов что-то там греть но честно говоря что-то очень мне сомнительно но я не буду как бы отрицать полностью это вдруг правда так ну лично я пока сомневался бы в этом что есть прогрев небольшой какой-то да да есть вот этот аппарат он где-то через денек стал как бы еще приятнее играть у него жесткость немножко сбавилась такая вот может быть сухости кстати он не особо-то и сухой он вообще прикольный его можно прям реально вот с удовольствием и послушать какой плюс у него что у него блок питания уже встроенный это на большой плюс bluetooth тут есть вот эта антенка ну я не использую она мне как-то и не мешает интересно ли посмотреть балансные варианты от 3 аудио ну да интересно я не знаю попробуем получить свое распоряжение эти платы но к сожалению платы я бы хотел к и законченное изделие потому что возиться там с этими проводками потом искать корпус это что-то такое не очень интересное занятие для любителя аудио для электроника да ну это наверное интересно мне это не очень интересно но ради любопытства конечно я бы не против был собрать и послушать и вам рассказать это дело вот так же ребята еще на канале иногда спрашивают а ты замерил этот какой-то там аппарат этот или другой или третий какой-то вопрос а зачем мне замерить зачем вот что даст вот этот замер а у меня есть достаточно большой опыт прослушивания высококлассной аппаратуры поэтому я знаю как должна звучать классная аппаратура поэтому вот это замеривание мне ничего не дает потому что я послушал я могу сказать это классный аппарат или это не классный аппарат и так далее мне вот это не к чему измерение должны делать инженеры когда он разрабатывает модель он все должен просчитать чтобы у него все было ровно и там тоже а чеха и но опять же вот ровная чеха на вообще ни о чем не говорит кроме того что баланс вроде бы правильный потому что она не говорит вообще детализации звука там может быть просто мутно но тонально ровно то есть такой аппарат не будешь слушать это будет несколько бюджетка но по измерениям все ништяк там да ну и так далее поэтому я не вижу смысла в этих измерениях это должны инженеры разрабатывающие устройства уже померить а я уже оцениваю как конечный потребитель я послушал очень дорогие аппараты подешевле аппараты я слышу какая между ними разница и поэтому ну какой смысл мне что-то измерять если я послушал мне так понятно на каком он уровне не хуже чего он играет или лучше чего он играет в каком это ценовом диапазоне и так далее я в этом смысла не вижу если хочется просто измерять ради измерения не поймешь для чего-то ну пожалуйста там то есть это дело такое в общем ребята вот такой вот аппарат хороший советую в маленьком бюджете в маленьком бюджете советую получите настоящую детализацию это быстрый аппарат он очень быстро в нем есть микродинамические вот эти коготки царапки такие вот прям звучат их слышно и не на вас тепляют это прикольно очень джаз шикарно звучит какой-то выхлоченности панчи я не услышал как и раз разухабистого какого-то густого расхлябанного баса тоже то есть все так вот ровненько играется в этом плане ну то есть никаких перекосов в какую-то сторону ни в светлую ни в нижнюю я не увидел мониторный звук мониторный то есть какого-то окраса тоже я не заметил чтобы он красил как вот в ту или другую сторону например как ямахи старые две тысячные красили в такой шелк нежный или там люкс мы тоже самое делали тут такого нет тут чисто все мониторно звучит но высококлассно очень высокий класс достаточно ну то есть это даже не начальный хай-фай что-то ближе к среднему хай-фай классу то есть очень даже прилично вот но и опять же я не скажу что это какой-то гениальный прорыв потому что стоило бы мне кажется ради интереса все-таки попробуйте музис 8 920 поэтому проект классный у нас еще люди делали похожие модели в таком же ценовом бюджете я думаю многие бы их покупали у нас немножко не так у нас ну короче вот так вот выглядит аппарат неплохой приятное впечатление оставил детализация хорошая прям тоже бару как это почему те же джазовая композиция отлично прослушал металл тоже там мигадать слушал уда слушал тоже очень хорошо было но ребята на этом завершаю видео всем пока до новых встреч поддерживайте канал кнопочку спасибо